ипотека как знают многие это кредит под залог существующей или строящейся недвижимости а семейная ипотека дает возможность взять кредит на жилье по сниженной ставке какие еще условия обязательны для программы такой господдержки расскажем в нашем юбилейном 50 выпуске в эфире знания для жизни здравствуйте а еще сегодня вы узнаете о существенных изменениях семейной ипотеке 2021 года и насколько большими были ставропольские семьи в 19 веке семейной ипотекой называют программу которая помогает семьям купить жилье на условиях выгоднее рыночных в рамках национального проекта демография который поддерживает семьи и семьи с детьми действует программа льготной ипотеки что это такое по сути возможность взять ипотеку на льготных условиях под покупку квартиры под строительство дома благодаря такой возможности семьи с детьми могут взять заем на покупку жилья под более низкий процент разницу между рыночной и льготной ставкой банку компенсирует государство в 2021 году ставка по кредиту в течение всего срока гарантируется до 6 процентов жителям дальнего востока ставка составит до пяти процентов эта ставка не меняется на протяжении всего срока кредита вот они в кредитном договоре подписали что эта ставка будет допустим 6 процентов и она у них действует на протяжении всех 20 лет на которые заключен кредит а дальше все вещи связанные с компенсацией они остаются скажем так за кадром и они никоим образом не влияют там не требует дополнительных действий со стороны гражданина дом рф как оператор программы проводит ежемесячный взаиморасчет с кредиторами компенсирует разницу между ставкой выданной и ставка которая у кредитора там действует программу ипотечного кредитования с господдержкой запустили в 2018 году а в начале июня 2021 в ней произошли очередные значимые изменения которые сделали программу еще доступнее раньше программа распространялась и действовала для семей в которых было двое детей то есть после рождения второго ребенка можно было воспользоваться программа с этого года изменений сейчас уже все первый ребенок родился вам эта опция доступна это означает что семьи в которых родились дети начиная с 2018 года имеют возможность взять ипотеку вплоть до 31 января 2023 года теперь же подробнее о том кто может участвовать в льготном кредитовании программа семейная ипотека распространяется на семьи с одним ребенком который родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эти же условия действуют для семей где есть рожденный в эти сроки усыновленный ребенок или семьи которые воспитывают ребенка с инвалидностью рожденного до 31 декабря 2022 года среди основных условий получения жилищного кредита по льготной программе выделяют следующее сумма до 6 миллионов в регионах до 12 в москве московской области санкт-петербург и ленинградской области срок кредита до 30 лет первоначальный взнос по этой программе 15 процентов и ставка что самое приятное до 6 процентов какое жилье можно купить по программе семейной ипотеки здесь выборе подходящих квадратных метров есть ограничения под низкий процент разрешается оплатить покупку жилья в стройщейся или уже готовой новостройки или приобретение частного дома с участком ключевое условие покупка на первичном рынке у юридического лица соответственно дом должен быть от застройщика то есть там должно быть юрлицо который этот дом построил и вам его продается соответственно там основной на принципе то что все должно быть максимально прозрачно должен быть договор понятная цена и чтобы не было там каких-то непонятных переуступок также кредит можно использовать для строительства индивидуального дома или покупку земельного участка с дальнейшим строительством дома на нем сейчас эта программа есть в том числе и на и же с и мы видим что практически все меры господдержки в жилищной сфере которые есть они так или иначе расширяется в том числе и на этот сегмент и сейчас с их помощью можно там либо приобрести либо построить индивидуальный дом но возвести здание своими руками в рамках программы не выйдет важно все работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем к слову вторичку можно приобрести только если семья живет на дальнем востоке и покупает жилье в сельской местности жилищный вопрос оставался важным не только в наше время в конце 19 начале двадцатого века казачьи семьи жившие в ставропольской губернии в основном были многодетными в них насчитывалось по 7 8 детей в больших семьях жили сразу несколько поколений казачьи все они были как мы знаем патриархальными главой семейства считался мужчина который распоряжался семейным бюджетом единолично то есть только он мог куда распределить куда пойдут деньги именно глава семейства он принимал решение о поделении сыновей и дочерей от семьи во время вступления в брак зачастую же женатые сыновья вместе со своими детьми они не могли выйти из состава семьи пока данное решение не примет глава семейства в госархиве края сохранился документ ставропольской городской управы в нем указаны списки местных купцов и их семейств за 1898 год одним из них был купеческий род мяснянкиных который также состоял из нескольких поколений в каждом по четыре шесть детей например у мяснянкина прокофья ивановича имелось шесть сыновей два из которых это иван александр который в 1910 году открыли в городе ставрополе торговый дом пассаж чаще всего большие семьи жили в домах на две комнаты в малой комнате располагалась печь большой круглый стол большие длинные лавочи для того чтобы вся большая семья здесь вместилась в большой комнате располагался шкаф комод и другое убранство внешне казачьи дома не сильно отличались друг от друга и были весьма простыми но крепкими это казачий дом постройки конца 19 века в станице григора полиска новоалександровского района он является памятником казачьей культуры а ныне здесь располагается станичная библиотека на фотографии представлен старейший казачий дом который располагается в городе георгиевский ставропольского края данный дом построен на территории крепости святого георгия во время японской войны в соцзащите остро нуждались семьи военных призванных на действительную службу им как и многодетным семьям полагалось денежное пособие о чем осталась запись в копии журнала ставропольской городской думы за 1905 год если жены имели собственный дом то им полагалось 3 рубля пособие выплачивалось в размере 5 рублей если собственного дома жены не имели кроме всего прочего семейная ипотека хорошо сочетается с такими мерами поддержки как материнский капитал с 2020 года его можно получить при рождении первого ребенка его можно использовать как на старте да как в качестве переначального вноса так и если у тебя уже есть действующий кредит и материнский капитал можно частично досрочно его погасить а если вот ребенок родился мы говорим что программа начинает действовать с рождения первого ребенка да у вас например период действия программы родился третий ребенок здесь еще можно и использовать такую меру поддержки как помощь многодетным семьям в погашении ипотеки это тоже федеральная мера поддержки оператором который является дом рф и там можно получить 450 тысяч выплаты на погашение потечного кредита с помощью программы льготного жилищного кредитования можно рефинансировать текущую ипотеку по сниженной ставке при этом жилье должно приобретаться у юридического лица компании застройщика сейчас вы видите что ваша ставка там выше чем ставка по семейной ипотеке а вы полностью соответствуете критериям и условиям семейной ипотеки то вы можете обратиться как своему кредитору так и к любому другому кредитору попросить рефинансировать вас по программе семейной ипотеки и ваша ставка кредита да соответственно ставка гражданина кредит она снизится до 6 процентов а поскольку ипотечная тема касается финансов то схемы возможного обмана людей у мошенников возникают очень быстро любые льготы которые предоставляет государство предупреждают финансовые специалисты вызывают в том числе интерес и у желающих поживиться за чужой счет просим граждан быть крайне аккуратными и в случае если какая-то компания предлагает вам улучшить условия по ипотеке или предлагает вам поучаствовать в каких-то историях улучшения вашей кредитной истории или в каких-нибудь еще моментах связанных с льготной ипотекой будьте аккуратны все вся программа и любые льготные условия сейчас жестко регулируются государством поэтому улучшить их невозможно и получить какие-то другие возможности в рамках это этих льгот тоже невозможно ну кроме как те которые предусмотрены государством поэтому внимательно смотрим на правильность адресов сайтов а кредитные учреждения участники льготной семейной ипотеки и сами условия проверяем на сайте оператора программы сейчас банков участников порядка 50 по данной программе их полный перечень приведен у нас на сайте спроси дом рэп у нас есть раздел посвященный семейной ипотеке ну а после всех раздумий и подсчетов если семья приняла положительное решение то для участия в программе потребуется собрать необходимые документы эта программа она реализуется через кредиторов и соответственно кредиторы определяют перечень документов исходя из своих внутренних правил и требований дополнительных каких-то документов для того чтобы стать участником программы не требуется подтверждая что у тебя родился ребенок установленный период заключаешь договор на приобретение строящегося жилья предоставляющие все эти документы ну помимо прочего документы о доходе о работе то что всегда просят кредиторы заявление о том что я хочу получить ипотечный кредит по программе семейная ипотека и дальше банк уже оформляется кредитный договор с вами на годных условиях еще раз напомним воспользоваться программа семейная ипотека с господдержкой можно до 1 марта 2023 года при рождении первого ребенка или последующих детей желаем уюта и теплых домашних вечеров в кругу семьи а это была программа знания для жизни будьте финансово грамотные и до встречи в эфире и Субтитры подогнал «Симон»!